В уходящем году в столице Чувашии и Новочебоксарск впервые приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Желающих проверить свою грамотность оказалось в два раза больше, чем ожидали организаторы. Вместо 500 заявленных участников пришли более 800. Текст диктанта написала современная писательница Дина Рубина. В школе писал лет 30 назад, очень давно. Увидели по рекламе местных каналов, уговорил дочку. Честно говоря, очень хорошая акция, очень серьезная. Проверка «Тотального диктанта» была строже, чем это бывает в школах. Отрицательные баллы получили больше половины участников. Не обошлось и без отличников. Четыре человека написали «Тотальный диктант» без ошибок. Вслед за «Тотальным диктантом» на русском языке флешмоб поддержали и на чувашском. Акция была призвана повысить престиж родного языка. Специально для контрольного испытания текст написал народный поэт республики Юрий Семендер. Принять участие в диктантах могли все желающие. Ни фейс-контроля, ни дресс-кода не устанавливали. Чего не скажешь об образовательных учреждениях. Джинсы, мини-юбки, разноцветные свитера особо никогда не разрешали надевать в школу. А сентября уходящего года в законе прописали. Школьники должны носить единую форму. Такая установка пришлась по душе не всем учащимся, но подчиниться пришлось. А учителя 64-й Чебоксарской школы решили поддержать своих учеников оригинальным способом. Черные жакеты, юбки до колен и белые блузки. Даже те, кто впервые переходит порог этой школы, смогут без труда отличить преподавателей. Они личным примером мотивируют своих учеников носить школьную форму. Сшито хорошо, да. И идея понравилась тоже, потому что не нужно думать, что одеть утром. Студентов форму носить вряд ли обяжут. Там проблемы посерьезнее. Три высших учебных заведения Чувашии имеют признаки неэффективности. Это ЧГПО имени Яковлева, Институт культуры и Региональный институт технологии и управления. В прошлом году в этом списке была и сельхозакадемия. В этом году учебное заведение улучшило результаты своей деятельности. А дворец детского и юношеского творчества города Чебоксары всегда работал на отлично. И в этом году еще и стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2013». Его отметили в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования».